добрый день дорогие одесситы с вами опять вата каратель по многочисленным просьбам продолжаю свою рубрику по поводу обстановки на южном направлении обстановка там стабильная вот поэтому достижений тоже особых нет ну и провалов это уже хотя бы радует то есть остановлено наступление противника они со станислава пытались прорваться уже дальше к николаеву через александровку александровку конечно мы потеряли но противник заблокирован там и в принципе дальше он не сможет просто продвинуться никак то есть там достаточно сил для этого и даже несмотря там на то что там идут такие жестокие бои я там сам непосредственно нахожусь постоянно мы выстоим не прорвут сами там что касается общей стану обстановки значит я надеюсь что все эти пополнения которые они там тащат из крыма среди там мобилизованные какие-то там набранные по объявлению прочее как бы добровольцы так называемые ополченцы различный там сброд вот они уже не представляют такой угрозы как кадровые военные большую часть из которых нам удалось все-таки за двухсотить и за трехсотить мне часто там люди спрашивают по поводу там наших потерь вражеских потерь я не уполномочен это никак комментировать как бы вот эта информация в принципе засекреченная это правильно да потери есть вы это сами видите то здесь ничего не скроешь там есть соцсети вы видите там по улицам периодически траурные процессе да мы тоже несем потери эти очень большие потери по сравнению допустим с какими-то там локальными конфликтами вот по типу там того что было там у нас примерно там с 17 по 22 когда мы там теряли там десяток другой человек в месяц сейчас это все намного жестче и печально вот но у нас нет выбора наша задача в любом случае продержаться и выстоять вот я по поводу переговоров которые там у нас периодически затеваются мне тоже задают часто этот вопрос знакомые читатели думской мое отношение лично это мое субъективное мнение крайне негативно во время войны такие переговоры часто называют сепаратными то есть во-первых нам никто не докладывает что за нашей спиной они там обсуждают то что там рассказывают всякие медийные личности не буду называть фамилии вот лично меня приводят в бешенство это мое лично субъективное мнение то есть я думаю ответил на этот вопрос никакого мира у нас в принципе не предвидится пока мы не закончим эту войну своей победы пока армия расистской федерации не будет либо полностью уничтожена либо доведена до небоеспособного состояния что касается нашего автомобильного парка спрашивают там какие у нас машины там марки прочее значит не буду раскрывать марки машины эти вполне заметно как бы на них ездят боевые экипажи там на самый передок могу сказать что пользуемся мы так же как и все пикапами джипами и грузовыми минивэнами значит в автотранспорте у нас как и у всех постоянные потери несколько машин уже потеряли безвозвратно вот есть там различные попадания артиллерийскими снарядами подрывы на минах то есть соответственно это безвозвратные потери чинить там уже нечего вот какие-то машины там нам дарят волонтеры там просто люди которые хотят помочь какие-то там когда-то там складчину покупались вот поэтому в этом необходимость есть всегда то есть транспорт постоянно выходит из строя что-то там безвозвратно что мы постоянно чиним дырки заклеиваем скотчем вставляем новые стекла меняем резину восстанавливаем ходовую там моторы радиаторы постоянно тоже страдают деваться некуда нужно защищать родину поэтому всегда рассчитываем на вашу помощь помощь со стороны поскольку сами естественно мы уже не вывезли это и ходили бы пешком так что еще раз благодарю всех кто нам помогает там деньгами вот ремонтом ребят со ст его которые нам постоянно помогают там день и ночь работают не покладая рук вот тех кто подарил нам несколько машин то есть огромная вам благодарность ребята мы делаем общее дело вот и совместно только мы сможем добыть эту победу в этом наша сила поскольку у нас есть мотивация есть дух есть желание защищать родину этих негодяев ничего этого нет мы Продолжение следует...